Спектакль с ужасной хореографией Прыгожая пластыка, полеты над сценой, сила и энергия в руках. Тут есть на что поглядеть и над чем поразвожать. Кожан убашить постановку по-своему и возьмя да ей нечто свое. Это путешествие во снах в одном действии. То есть основная идея и цель это показать человека, показать сознание, подсознание и ответить на вопросы, что же происходит с человеком, когда он спит, что же происходит в его сновидениях, что эти сновидения могут обозначать. Хорошо, когда неоднозначно, хорошо, когда много подтекстов. Это большой плюс. Я всегда к этому стремлюсь, чтобы неоднозначно все это читалось, чтобы каждая картина, каждое действие персонажа, или главного героя, или второстепенного героя, чтобы оно не было в лоб, чтобы оно не было прямо, чтобы это можно было максимально интерпретировать. Спектакль «Подсовядомость» – это нечто новое не только для глядача, а и для выканавцев. Премьера хвалюющая и тому, что спектакль был поставлен усяго за пару месяцев. Сначала было сложно, потому что здесь очень много партерной пластики, перекатов на полу, каких-то смещений оси. Если в классическом балете мы всегда стоим ровно, стараемся тянуться вверх, то здесь наоборот. Поиски вот этого неровного, где-то вот каких-то скольжений, схождений со своей оси. И сначала мы набивали себе синяки, там царапали колени. Постепенно становилось легче. Это необычная постановка для нашего театра. У нас раньше использовались в постановке Сергея Леонидовича Микеля элементы неоклассики, модерна. Но такого современного в хореографическом плане спектакля еще не было. Так что мы и для себя тоже открываем какие-то новые границы. Интерговальная назва, мостная хореография, новый ракурс и лабиринт подтекстов. Усёк это в новом спектакле подсвядомость Белорусского державного академического музыкального театра.